Всем огромный привет! Сегодня видео об этом наборе от фирмы Чаривна Мыть, который называется Летний набросок. Я покажу по запросам девочек, что находится в этом наборе. Этот набор вышивки крестиком называется Летний набросок. В результате он должен получиться 26,5х18 см. И он выполняется на конве с рисунком. В набор входит инструкция Аида 18 хлопок, мулине хлопок и игла. Производитель не указывает производителей самих комплектующих этого набора. И Чаривна Мыть для меня совершенно еще кот в мешке. Я пока ни разу не пользовалась услугами этой фирмы, не покупала ни одного наборчика. Но вот эта композиция мне понравилась. И я ее прикупила. Хочу посмотреть, что выйдет в итоге. Также я уже показывала в своих покупках этот набор. И обращала ваше внимание на то, что из этой же серии у них вышел набор с желудями. Кому интересно, артикул этого набора ВТ-506. Посмотрим поближе, что сюда входит. Схема здесь на обратной стороне. Нужно сказать, что качество бумаги оставляет желать лучшего. Так как бумага такая глянцевая, немного отсвечивает и достаточно тонкая. То есть, если я буду все время крутить этот листочек, сворачивать или еще как-то, я боюсь, что на этом сгибе он протрется. И будет сложно рассматривать саму схему. Ну, где наша не пропадала. Мы, вышивальщицы, такие выдумщицы, что-нибудь обязательно придумаем в случае чего. Сразу же хочу обратить ваше внимание на ключ. Ключ для меня был интересен, поскольку здесь техники используются разнообразные вышивки. Под столбиком А можно увидеть обозначение тех клеточек, где будет вышиваться крест в две нити. В, ну или В, так, у них тут латинские обозначения. Значит, под А крест в две нити. В, крест в одну нить. В, полукрест в одну нить. В, шов назад иголку в одну нить. И, это шов назад иголку в две нити. Ну, медитировать не придется. Нужно быть всегда на чеку, чтобы вдруг не вышить две нити там, где одну. И не вышить крест там, где полукрест. Значит, здесь такие обозначения в основном цветовые. Символов практически нет. Ну, судя по части схемы, какие-то куски достаточно легкие. Я думаю, не должны вызывать проблем. А есть куски, которые сложноватые. Если вы посмотрите на стрекозу, то на самой мордочке стрекозы. Бэк каким-то таким розовым цветом на фоне всех этих крестиков в одну нить. Так, ошиблась с цветом. Это не розовый, а оранжевый. Но все равно он как-то покрывает, ложится сверху на эти крестики. Честно говоря, придется поприглядываться, что там да как. Здесь очень много бэка, как вы видите. Тоже вот этот цветной бэк придется соотносить на самой схеме, что да где вышивать. Ну, так как работа сама по себе небольшая, я думаю, она должна быстро и успешно вышиться. Успешно. Это я себе такой посыл даю, да, чтобы все вышилось успешно и быстро. Я себе программирую на такую вышивку. Сюда входят ниточки неизвестного мне производителя, так как они не указали. Ну, цветовые сочетания ожидаемые. Палитра красных оттенков, зеленых и немного коричневых. Также есть фиолетовый и черный. Меня вначале смутили вот эти обрезочки ниток. Потом я увидела, что это сложенная одна ниточка. Таких очень много. Вот красные и коричневые. Видать, их не так много используется. Либо они идут накрест в одну нить, либо на бэк только. Больше всего, конечно, зеленых оттенков. И достаточное количество вот этих розовато-красных оттенков. Я надеюсь, что мне хватит ниток. И все будет удачно. И все будет успешно. И сама канва. С нанесенным рисунком, с нанесенным фоном. Наверное, рисунком это назвать сложно. Это фон. Такой начерканный, перечерканный. Производитель ничего не пишет насчет стирки. Но пишет, что нужно после отшива будет прогладить. Можно будет прогладить канву с изнанки. Мне очень понравилось, как они описывают начало работы. Особенно на вышивках с нанесенным фоном. Иногда очень трудно и подчас неудобно искать центр и откуда начинать. Чаривна мыть отметила низ. Им инструкция написала, что от этой точки нужно отсчитать 65 клеточек. И это будет центр работы, который они указали вот таким черным квадратиком на схеме. Вы видите, вот здесь черный квадратик. Для меня еще осталось загадкой. Да, это, наверное, бэк. Я вот думала, что это за кружочек рядом с черным квадратиком. Но сейчас сообразила, скорее всего, что это будет отшиваться бэком. Вот такой набор. Буду пробовать отшивать. Я надеюсь, что мой обзор оказался кому-то полезным. Кого-то он сподвигнет к приобретению такого набора. А кого-то, может быть, и отвратит от этой мысли. В любом случае, отрицательный результат тоже результат. Спасибо большое за просмотры. Если остались какие-то вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях. Всем прекрасного вышивального настроения. До новых встреч. Пока.